Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Бахат Султанов сообщил, что с начала текущего года цены на социально значимые продовольственные товары увеличились на 4,4%. Очередное послабление карантина некоторым организациям малого и среднего бизнеса, а также религиозным объектам разрешили работать в выходные дни. Октябренцы таким решением остались довольны. В стране сегодня стартовала традиционная кампания по прикреплению населения к поликлиникам. Самостоятельно выбрать медучреждения жители смогут в течение двух месяцев. В эфире программа «Факт» в студии Гохар Тургаева. Здравствуйте. В Нурсултане, Шемкенте и девяти областях Казахстана объявили штормовое предупреждение из-за сильных порывов ветра. В некоторых регионах ожидается гроза и град, передает Тенгри Ньюс со ссылкой на Казгидромет. В частности, 16 сентября в Октябренской области местами ожидаются гроза, ветер западный, северо-западный. Порывы 18 метров в секунду. Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Бахет Султанов сообщил, что с начала текущего года цены на социально значимые продовольственные товары увеличились на 4,4%, передает Тенгри Ньюс. В нашем регионе, по сообщению Департамента статистики, их стоимость повысилась в среднем на 3%. По словам министра торговли и интеграции Республики Казахстан Бахета Султанова, рост цен на социально значимые товары наблюдаются во всех регионах страны. Основное подорожание пришлось на гречневую крупу, сахар, морковь и картофель по причине сокращения пассивных площадей и сезонных факторов. В октябренских продуктовых магазинах и супермаркетах цена на гречку начинается от 335 тенге за 1 кг, на сахар от 205 тенге, на морковь от 99 тенге и на картофель от 96 тенге за 1 кг. Самый наибольший рост с начала года идет на гречневую крупу, это 34,7 тенге, также идет рост на сахар-песок 18,6 тенге, идет рост на говядину, лопаточную грудную часть, это 11,1 тенге. Наряду с повышением идет снижение цен, идет снижение цен на капусту белокочанную, это идет 19,1 тенге и на яйца первой категории на 17,8 тенге. Стоимость на остальные основные продовольственные товары следующая. Цена на картофель начинается от 96 тенге за 1 кг, на лук от 75 тенге, на капусту от 71 тенге, на рис от 265 тенге и на подсолнечное масло от 381 тенге за 1 литр. В целом, Министерство торговли и интеграции подчеркнули, что общий рост цен в сравнении с прошлым годом в два раза ниже. А основной причиной этого стало изменение спроса в связи с карантинными мерами. Очередное послабление карантина. Некоторым организациям малого и среднего бизнеса, а также религиозным объектам разрешили работать в выходные дни. Актюбинцы таким решением остались довольны. Хорошие новости для предпринимателей. С этой недели карантинные выходные отменяются для ряда объектов бизнеса. Решение было принято накануне на заседании межведомственной комиссии. Теперь в выходные дни работать разрешено салоном красоты, оздоровительным и фитнес-центром, включая сауны и бассейны. Функционирование выходных дней следующих объектов – это салоны красоты, парикмахерские, объекты, оказывающие косметические услуги, это фитнес-центры, спортивно-озворовительные центры, тренажеры, спа-салоны, сауны, бассейны. Отметим, что регистрация на портале «Идфактах станка.ИЗ» – это обязательно. Необходимо четко знать правила саентарные, какие нужно соблюдать в ваше время. Для работы объектов, оказывающих косметические процедуры, важно соблюдать все санитарные нормы и принимать клиентов строго по записи. Для каждого из посетителей должно приходиться не менее 4 квадратных метров. Что же касается спортивных комплексов, то проходимость не должна превышать 50 человек. Послабление карантинных мер также будет касаться и религиозных объектов, но индивидуально. Проведение массовых мероприятий все еще остается под запретом. Соответственно, под вопросом пока работа крупных торговых домов и ресторанов. Но октябинцы рады и таким изменениям. Правильно, вообще надо открыть все, чтобы радостно людям было, понимаете. От этого закрывать людям грустно. Открыть, просто написать, в масках люди ходили. Все, я считаю, что надо открывать. Все, постоянно грустно ходить, не надо такое делать. Мне нравится, что школа открылась, можно теперь ходить на кружки всякие. На карантине было сложно немножко, конечно. Но теперь полегчало, теперь можем ходить в школу, теперь на кружки свои. По моему мнению, да, хорошо. Ну, если массово не скапливаться, конечно. По 200-300 человек, а так почему бы нет? Надоело уже на карантине сидеть? Ну да, если честно. Мне кажется, людей все равно не удержишь таким образом. Всего у нас по области зарегистрировано около 59 тысяч объектов малого и среднего бизнеса. В настоящее время на портале имеется 17 тысяч заявок на открытие бизнеса от местных предпринимателей. Кристина Виец, Алексей Уразов, программа «Факт». В стране сегодня стартовала традиционная кампания по прикреплению населения к поликлиникам. Самостоятельно выбрать медучреждение жители смогут в течение двух месяцев с 15 сентября по 15 ноября. Наша съемочная группа сегодня посетила КДП номер 2 и узнала, как там проходит данное мероприятие. Мало кто из горожан верит, что в поликлинике при лечении той или иной болячки многие из препаратов приобретать не надо. Самое элементарное, по сути, должны выдавать и даже если нужно, должны провести бесплатную операцию или скрининг обследования. В общем, никаких длинных списков лекарств, шприцов, капельниц требовать не должны. Но это, конечно, в теории, но на практике, как известно, все далеко не так. Врачи уверяют, что есть определенный список гарантированных медикаментов и услуг. Ему они и следуют. В целом, уже не первый год казахстанская система существует по следующей схеме. Деньги идут за пациентом. По этой формуле необходимо быть прикрепленным к конкретной поликлинике. Сделать последнее можно с сегодняшнего дня и на протяжении двух месяцев. Началась кампания по свободному прикреплению к организациям первичной медико-санитарной помощи. Мы же, в свою очередь, рекомендуем гражданам учитывать территориальный принцип обслуживания и выбирать поликлиники, находящиеся вблизи к месту жительства, для получения медицинской помощи на дому. Сегодня с утра к нам смогли прикрепиться четыре человека. В основном, это жители микрорайона Нур-Сити. После прикрепительной кампании фонд соцмедстрахования начнет выплачивать медорганизациям деньги за услуги, которые граждане будут получать в рамках гарантированного объема медпомощи с 1 января 2021 года. Прикрепиться граждане к поликлинике могут, не выходя из дома. Главное – иметь электронно-цифровую подпись. Но есть и отдельная категория граждан, которые могут прикрепиться непосредственно в поликлинике, написав заявление на имя главного врача. Отметим, что право выбора на прикрепление к поликлинике дается не более одного раза в год. Лиза Цакеева, Алексей Уразов, программа «Факт». Вакцинация от гриппа в Казахстане в этом году началась на две недели раньше обычного. Таким образом, бесплатную вакцинацию для льготников и платную вакцинацию для обычных граждан в поликлиниках страны можно получить уже с сегодняшнего дня, обратившись в медпункт по месту жительства. В одной из городских поликлиник с раннего утра желающих для получения чудодейственной прививки от гриппа было достаточно много. Пациентов, состоящих на учете по причине хронических заболеваний, инвалидности и пожилых лиц, принимали в первую очередь. Медики этого учреждения сообщили, что лекарственный препарат прибыл к ним в достаточном количестве, и вакцинация проходит с соблюдением установленных нормативов. 15 сентября 2020 года мы начали вакцинацию против гриппа. Вакцинация против гриппа подлежат детям с 6 месяцев до 18 лет. Дальше до 60 лет лица, находящиеся на диспансерном учете с хроническими заболеваниями. Пенсионеры, инвалиды старше 60 лет могут получить вакцинацию против гриппа. Вакцинация у нас сейчас идет бесплатная. Мы завезли 5 766 доз вакцины. Хочу сказать, что перед вакцинацией желательно не употреблять пищу, вызывающую аллергию. Днения граждан по поводу пользы вакцинации оказались разными. Но, как и раньше, люди пришли сюда с одной надеждой – защититься от респираторных заболеваний, особенно во время пандемии. Не считаю нужную. А раньше, например, часто вакцинировались? В детстве, да. В первый раз вот делаю прививку, но думаю, что болеть не буду. Сама боюсь делать, а дети делают каждый год. Вроде верят в то, что это помогает. Может, и от коронавируса поможет. Каждый год делаю, так как являюсь инвалидом второй группы. Меня врачи оповещают и бесплатно прививаюсь. Сейчас опасно болеть. Я вот сначала планирую встать на учет сюда, а потом вакцинируюсь. Думаю, что надо для здоровья. Напомним, что прививочная кампания в этот раз началась 15 сентября и продлится до 15 ноября, как сообщили в Министерстве здравоохранения. Единым дистрибьютором было закуплено более 2 миллионов доз вакцины «Гриппол», произведенной в России. В текущем году в стране вакцинировать от гриппа планирует более 10% населения. Тамири Шумабаева, Жаслан Жубаев, программа «Факт». Реализация программы «Дорожная карта занятости-2020» стала главной темой совещания, прошедшего в областном Акимате под председательством главы региона Андасына Урозалина. Заместитель Акима области Руслан Хамбаров проинформировал о ходе реализации государственной программы. По его словам, в настоящее время по всем 303 проектам на сумму 46 миллиардов тенге определены победители. Работы ведутся согласно графику. Освоено 54% средств или 24,9 миллиарда тенге. Размер средней заработной платы участников программы составляет 87 тысяч тенге. В рамках ДКЗ планируется создать 11 942 рабочих места, в том числе 11 567 временных, 375 постоянных. Трудоустройство остается одним из приоритетных направлений, поэтому Акимам необходимо держать данный вопрос на постоянном контроле, отметил Андасын Урозалин. Поручив руководителям госорганов, Акимам города Ак-Тубе и районов принять меры по созданию постоянных рабочих мест после завершения проектов. Также на совещании были обсуждены вопросы, связанные с выполнением обязательств в рамках подписанных меморандумов, достижением целевых индикаторов, предусмотренных программой развития территорий, внедрением электронных трудовых договоров. Между Кыргызстаном и Казахстаном восстановили авиасообщение, передает TNG News со ссылкой на Комитет гражданской авиации. Сообщается, что рейсы возобновят 20 сентября. Полеты между странами будут выполняться авиакомпанией Air Astana по маршруту Алматы и Бишкек с частотой 2 рейса в неделю, во вторник и воскресенье. Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, говорится в сообщении КГА. Ранее сообщалось, что Казахстан планирует возобновить авиасообщение с Будапештом и Узбекистаном, а Польша, напротив, добавила нашу страну в список запрещенных стран. Напомним, с 17 августа разрешено возобновление полетов из Казахстана в Объединенные Арабские Эмираты, Республику Беларусь, Германию, Нидерланды, Египет, Украину и Российскую Федерацию. При этом для выполнения полета в Россию требуется дополнительное согласование авиационных властей обеих стран. О новостях Республики смотрите далее. Ввод 206 проектов на общую сумму 996 миллиардов тенге. Это позволит увеличить объем производства на 1,3 триллиона тенге, экспорта на 325 миллиардов тенге, создать порядка 19 тысяч новых рабочих мест. Объемы строительства увеличивались на 6,5 процента. С начала года построено 71 тысяча жилищ, что на 8,6 процента выше показателя за аналогичный период прошлого года. В сельском хозяйстве обеспечен устойчивый рост на 4,9 процента. Объем производства продуктов питания вырос на 3,6 процента. Оскар Мамин отметил, что принятые меры позволили стабилизировать рост цен на социально значимые товары на уровне 4,4 процента, что в два раза ниже прошлогодних показателей. С начала года мерами содействия занятости в рамках государственных программ охвачено 847 тысяч человек, что на 82,1 процента превышает показатели прошлого года. По итогам встречи главы государства указал на важность реализации мер по обеспечению занятости населения, поддержке субъектов предпринимательства, внедрению новых технологий в производственные процессы, стабилизации эпидемиологической ситуации и поэтапному смягчению карантинных требований. В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 65 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Тенгриньюз в Актюбинской области 1. Общее количество всех случаев регистрации коронавирусной инфекции в Казахстане достигло 106 920 человек. Также еще 209 человек излечились от инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане 100 836. Число умерших от коронавирусной инфекции и пневмонии с признаками COVID-19 в Казахстане превысило 2000, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. Минимальный рост больных пневмонии зафиксирован в Казахстане за сутки. Выявлено 8 новых случаев, передает Тенгриньюз со ссылкой на Минздрав. При этом с 1 августа в стране зарегистрировано 29 666 случаев пневмонии. Из них вылечились 26 335 человек. От болезней за сутки скончались 3 пациента, а с 1 августа 331. Студенты-иностранцы из открытых стран, поступившие на первый курс в российские вузы, смогут въехать в Россию в сентябре. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фольков, передает РИА Новости. Ранее на этот вопрос отвечал министр иностранных дел Лавров. Это не вопрос внешней политики, это вопрос образования. Это прежде всего вопрос наших и ваших санитарных и эпидемиологических властей. Решение на основе совместных предложений Министерства иностранных дел и образования России принято. Конкретные сроки, которые позволят студентам всех стран, включая Казахстан, будут определены в ближайшее время. Задача в том, чтобы рассредоточить понедельное определенное количество студентов. Я надеюсь, что в течение месяца этот вопрос будет закрыт, сказал Лавров. Министр образования Казахстана Асхат Аймагамбетов подвел итоги единого национального тестирования, передает Тенгриньюз. Министр напомнил, что в 2019 году было решено ужесточить правила сдачи ЕНТ. По словам Аймагамбетова, это снизило средний балл ЕНТ. Упало и число абитуриентов, набравших пороговый балл. За слабую организацию работы и нарушение правил проведения процедуры были наказаны члены и руководители комиссии, сообщил министр. Также Аймагамбетов подчеркнул, что ужесточение правил ЕНТ дало свои результаты. В итоге число проносов запрещенных предметов на экзамен снизилось в 70 раз. В 2019 году было изъято 128 тысяч телефонов, в 2020 году – 2,5 тысячи. Но при этом в 100 раз выросло количество фактов аннулирования результатов. Заключение Асхата Аймагамбетов раскритиковал содержание вопросов в тестах. Сейчас короткая реклама, сразу после которой вы увидите. До 1 ноября текущего года продлили срок пребывания иностранцам в Казахстане. Все граждане с просроченными документами до этого периода освобождаются от административной ответственности. Члены партии власти предложили внести изменения в законодательство по отмене обложения 10% налогом при досрочном снятии пенсионных накоплений. Сегодня в областной юношеской библиотеке имени Жейнбаева состояла встреча с читателями на тему «Религиозный экстремизм – опасное явление». Так вы еще нигде не отдыхали. Ресторан «Зимний сад» – настоящий райский сад, где исполняются желания. Отдых среди прозрачных ручьев, экзотических растений и водопадов с живой музыкой и отличной кухней. Мы приглашаем вас провести банкет, свадьбу, корпоратив, деловой встречу или праздничный вечер в единственном в Казахстане удивительном и уникальном зимном саду. Ресторан «Зимний сад» – вход со стороны ретропарка. Ресторан «Зимний сад» И мы продолжаем. До 1 ноября текущего года продлили срок пребывания иностранцам в Казахстане. Все граждане с просроченными документами до этого периода освобождаются от административной ответственности. Согласно постановлению правительства Республики Казахстан номер 574 от 11 сентября текущего года, иностранцам продлили срок пребывания в Казахстане до 1 ноября текущего года в связи с тем, что они не могут выехать из страны из-за отмены многих международных авиарейсов и в связи с пандемией. То есть признаются действительные документы, срок действия которых истек или истекает в период с 16 марта по 1 ноября 2020 года. К таким документам относятся документ, удостоверяющий его личность, визы, разрешение на временное проживание, вид на жительство, трудовой патент, разрешение на привлечение иностранной рабочей силы. Иностранцам, ранее привыкшим в Республику Казахстан без визы, тоже продлевается срок возможного их нахождения в Республике до 1 ноября 2020 года. Для тех иностранцев, которые планируют оставаться в стране и позже заявлено срока, необходимо до 1 ноября обратиться в миграционную службу для оформления документов на право дальнейшего пребывания. Согласно налоговому кодексу, досрочно снятая часть пенсионных накоплений казахстанцев будет облагаться 10% подоходным налогом. В этой связи члены партии власти предложили внести изменения в законодательство по отмене обложения 10% налогом при досрочном снятии пенсионных накоплений. А что думают сами вкладчики по поводу своих кровно заработанных и такого возможного удержания узнавали наши корреспонденты. «За что налог взимать? Я не понимаю. За что? За что? Он же своим трудом это все сделал и от семейного бюджета откладывал на пенсионку. А теперь налог. Какой черт налог? Налог пускай сами платят». «Собрали его личные деньги. С моего зарплаты удерживали 10%. Мне дали. Я уже 10 лет с лишним на пенсии. Но ничего, слава богу, сейчас пенсию платят, получаем. А так сейчас 10% у людей. Это его же карманы. Он не где-нибудь заработал где-то с шабашкой. Он чисто работал и еще 10% у государства забирает». «Не знаю, я против. Я не знаю. С трудом зарабатываем и половину пенсионную отбирать – это плохо». «С чего они забирать должны, я не понимаю. Почему это? Ну, это мои личные накопления. Ладно, там, с подоходных налогов, там, еще что-то. Но это же пенсионные, как бы. Поэтому, как бы, я считаю, что это неправильно. Во-первых, это будет проблематично, чтобы их снять. Не каждый человек сможет снять, отставить в очереди, в банках где-то там. Вот. Поэтому я считаю, что нужно как-то подумать, обдумать правильно и сразу поспешных решений не давать. Потому что у нас бывают многие депутаты, которые дадут поспешные решения. Вот. А потом народ начинает над ними наспехаться и не принимает их всерьез. Ну, я считаю, что вот так». Сегодня в областной юношеской библиотеке имени Жейнбаева состоялась встреча с читателями на тему «Религиозный экстремизм. Опасное явление». В рамках мероприятия обсуждались вопросы участия местной молодежи в различных видах религиозных направлений. «Дело в том, что сегодня эта встреча была посвящена религии, экстремизму, что такое. Также наша библиотекарь, Жанат Нурмамна, вначале рассказала, что такое религия, о книге о Коран, также о ее происхождении, что книга о Коран является священной книгой мусульман. Также теолог Шамше Нурмухамедов, Нурмухамед Шамшеулы, рассказал, что такое экстремизм». Почетным гостем встречи стал актюбинский теолог и заведующий отделением консультирования и реабилитации Нурмухамед Шамшеулы. Он рассказал аудитории о влиянии экстремизма на современное общество и ответил на вопросы зрителей, которые любой желающий присылал во время онлайн-трансляции встречи. В ходе мероприятия была также организована библиографическая выставка с трудов, посвященных религиозным направлениям. РИА Новости сообщает. Против бывшего футболиста сборной России Романа Широкова завели уголовное дело. В августе Широков на любительском турнире избил арбитра Никиту Данченкова. Адвокат пострадавшего позднее сообщил, что расценивает нападение экс-капитана национальной сборной как покушение на убийство. По информации источника, на Широков завели уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. После инцидента в пресс-службе МАЧ-ТВ сообщили об отстранении Широкова от работы на телеканале.